Приобрести Гокоины, Билет Выжившего, ПАПК Плюс, без пополнения Steam, вы можете по моей ссылке в описании. Официальный ПАПК Магазин, ссылка партнерская, покупая по этой ссылке вы также поддерживаете мой канал. Дорогие друзья, всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго времени суток. Это у нас новое видео по игре под названием PlayerUnknown's Battlegrounds. И сегодня у нас будет видео по соло-ранкеду. В начале видоса нахожусь в лобби, чтобы показать вам вообще, в чем разговор и что происходит. Может быть, кто-то не понимает, что происходит. Все думают, что в ПАПКе имеется только ранговый режим, наверное. Ну не все, а большинство людей, смотрящих это видео, 100% думают, что ранкед это что? Это режим от первого лица, 4 человека в команде и никак иначе. Так вот, существует ранкед еще от третьего лица. Так вот, существует еще соло-ранкед, где ты играешь соло против таких же соло-игроков. И это присутствует функция на азиатских серверах. Я для этого, значит, перешел в игру через VPN игровой и зашел на азиатский сервер. Значит, смотрите, вот первое лицо, существует команда и соло против команды. Третье лицо, существует отдельный соло-режим. Ну вот, на мои звания не смотрите, я так вот именно в фанчик захожу, с рандомами играю, соло-ранкед стримил, недавно откалибровался. Короче, запускаюсь, идем против азиатов в соло-рейтинговый режим. Возможно, многие из вас ни разу такой игры вообще не смотрели и не подозревали, что такое существует. Видите, запустился, 54 человека, тут 4 это максимум, любая карта будет 64. Скажу так, я стримил эту тему, стримил где-то часов 5, наверное, играл, может быть, даже чуть-чуть больше. Очень много читеров и очень много ребят, которые играют хрен его знает с каким пингом. На самом деле ситуация вот какая, когда я стримил этот режим, я ни разу не выиграл. То есть у меня где-то тут 5 часов геймплея в этот соло-режим и я ни разу не выиграл, поэтому если сейчас я это делаю с первого раза на видео, то это чудо, это настоящее чудо происходит. Очень надеюсь, что видео вам понравится, всем, конечно же, приятного просмотра. Я постараюсь отыграть как-то адекватно, что ли, хрен его знает, буду играть на топ-1. Вот этот геймплей мне, на самом деле, не до конца известен, не до конца, но изучен, потому что я привык играть, да, соло-режим, но этот соло-режим он в пабликах, и там ребята, в общем, все играют там просто повеселиться, как-то, не знаю, красиво-красиво подвигаться. Тут азиаты, которые ядреного батона играют на топ-1 с, возможно, читом, да? Это уже совершенно другой разговор. Так, давайте, с максимальным анализом подойду к этой игре, то есть вот все, постараюсь... Охренеть, да ну, к черту анализ, посмотрите, 3, 6, 7 человек падает на вот этот геймп под странным названием. Блин, дорогие друзья, я вам скажу честно. А, ладно, нормально, нормально, подождите, все очень плохо, да? Все очень плохо, что я сейчас за звук издал. Так, лады по барабану на звук. Давайте вот сюда вот, на этот дом крайний. Оп. Все, погнали. Пинг у меня 150. Ну, пинг, вы видите, вот слева сверху в углу. Пинг где-то стоил 140, я так понимаю, да, 140-150. Нормальный пинг, мог быть пинг хуже. Ну вот, в итоге пинг вот такой вот. Могло быть 300. В итоге не 300. Нужен бронежилет, мне кажется, в такой ситуации. С учетом такого также пинга, да, нужно нам реально как бы рассчитывать на то, что буду получать урон. И при этом грамотно разменивать свои хп. Ну, это без бронежилета, как я буду сейчас получать грамотно урон, никак. К тому же, видите, третье лицо. Ну, тут он ли третье лицо. В этом соло-режиме. Вот я не знаю, как оно сейчас будет влиять. Хотя, вот я же говорю, играл уже этот режим. Но я тогда его поиграл, и как будто бы я его не играл. Вот как-то я не понял вообще, что здесь происходит. Так, довольно опасная перебежка. Тут противник, слышу его, но... Давайте, давайте разберемся тогда с ситуацией. Блин, все очень долго поднимается, очень долго закрывается. Это очень мешает вообще мне. Блин, без бронежилет. Ура, бронежилет. Нормально, без бронежилет было бы очень сейчас. О, о, ой-ой-ой-ой-ой. Дорогие друзья, как думаете, выдержит ли азиат панцерпауст? Выдержал, невероятно. Граната. Горю, похрен. Блин, он хотел, он хотел, он хотел, чтобы я умер по итогу. Все равно, то есть он уже умирает, кидает мне гранату. Прикиньте, он реально выдержал панцерпауст? Да ну нахрен, кто бы мог подумать? А ну. Ё-моё. Как можно было вообще подумать, что такое возможно? Так, тем временем у меня юмп и имеется драгунов. Первый килл, первый килл, первый килл, первый килл, первый килл, первый килл, первый килл. Хорошо. Давайте сюда драгунов, сюда вот получается 6х прицел, сюда перезарядочку. Так вот, как же легко, боже мой, как легко играть в этот режим. Я пока что вообще его не чувствую. Так, что тут у нас? Задник, хорошо, увеличенный магазин, найс, просто хилы сюда. Оп-оп. Броник, сюда его. Блин, единственное, вот не знаю, юмп это адекватно вообще. Я могу чисто по приколу поиграть с юмпом сейчас против азиатов. Но это они же любят как-то играть интересно там. С читом, либо с макросом. Сейчас я... ...тоже развлекусь. Буду играть с юмпом. Блин, ну это вообще стрёмно. А куда он едет? Я не знаю, что ему надо вообще? Кто это? Вот понимаете, вот игра, игра подвела сейчас. Вот ни одно не залетело, хотя могло вполне себе сказочно залететь. Так, давайте побегу к дороге. О, кстати, это же, наверное, он как раз машину взял и уехал к хренам собачьим. Да, то есть, следовательно, скорее всего, здесь не будет транспорта. Давайте... Ммм, интересно, а что нам делать? Вот есть горка неплохая слева. Вот могу чисто теоретически занять ее и отстрелить кого-то, кто будет еще вот на этом кемпе со странным названием. Это что такое? Вау. Ой, блин, как легко, как легко. Килл номер два. Так, а я знаете что, я не буду сейчас бежать в кемп. Я, наверное, продолжу двигаться, наверное, по этой горке, потому что есть такая теория, что это не все. Все-таки сюда много людей летело. Блин, у меня не буста. Ни хрена, надо еще килл делать и идти уже лутать вот эту коробку. И лутать еще кого-то. Вот мне нужно много лута. 48 в живых. А также момент очень важный, смотрите, если это видео вам понравится, на самом деле, да, вас заинтересует это видео, тема этого видео, то обязательно поставьте лайк под видео. Вот это очень важно. Я тогда пойму, что вам видео понравилось. И, возможно, будет продолжение соло-ранкета. Ну, поэтому... Поэтому это да, это важно. Что это такое? Так. Блин, смотрите, какой интересный, такой интересный момент. Нормально, да, я это сейчас в голову дал. Нормально, нормально. Только единственное, вот у него, видите, шлем выдержал этот урон. Вот что крайне нехорошо. Крайне нехорошо еще то, что, может быть, еще кто-то мне в спину зайдет, потому что это, в принципе, читаемо было бы. Блин, с таким пингом перестреливаться очень опасно. Очень хорошо, что у него ДМР-ка, не СР-ка. Очень хорошо, что я могу, в принципе, возможно, там пережить какое-то количество агрессии с его стороны в мою сторону. Или не смогу. Блин, я вот одну в голову дал первую, прикиньте, и потом две промазал. Дать немного сюда смещусь. Блин, пока что вообще супер уверенно. Не чувствую. Ну, убежал аж в страхе шлем искать. Ой, кто-то его пушит. Вау. Блин, я бы ему дал инфу, но... Но не могу. Давайте проверю спину. Честно говоря, очень переживаю за спину, потому что всякое быть может. Ну, сейчас какой-нибудь читер мне в спину заходит. Давайте. Давайте что? Давайте сейчас... Кто-то там кого-то убил. Там вот был один выстрел, и сразу килл. Вот он выстрел в голову. Я не понимаю, как это могло произойти. Кто кого... Блин, ну вот смотрите, две даю, и третью он чудом мансует. Сквозь ребра пролетело. Я не понимаю, реально. Нет, по итогу я его 100% убиваю. Сейчас, я дождусь его какой-нибудь ошибки. Он, кстати, шлем так и не нашел. Возможно, я очень долго здесь базируюсь. Возможно, и правда стоит уйти с этого... С этой ситуацией отойти куда-нибудь в сторону транспортного средства. Там стоит купе РБ, но она очень далеко, очень... А, блин, тут снегоход. Блин, а давайте тогда продолжим перестрелку. Вот, я стараюсь адекват... Что? Играть адекватно? Адекватно. Это называется. То есть я вправду хочу завершить эту игру взятием топ-1, поэтому стараюсь не допускать ошибок, и я вот думаю, что сейчас самое время отсюда уезжать, а не продолжать перестрелку. Но... Снегоход прямо у него... Это что, это человек? Нет, снегоход прямо у него. Другой транспорт очень далеко. Плюс он меня, очевидно, смотрит сейчас от третьего лица, знает мою позицию. Ну, блин, он без шлема, я его легко перестреливаю. Так, еще машина какая-то. Ну, машина явно не сюда, тут нет зоны, хотя хрен его знает вообще. Что это такое? Вы видели это? Это был баг, я так понимаю, от... от того вертолета. Блин, ну давайте, ладно. От гата, наверное, наверное, на это я рассчитывал, что я сейчас побегу сюда к снегоходу, хотя хрен знает, как можно на такое рассчитывать. Он, возможно, и не знает о существовании этого снегохода. Короче, меня сейчас не знаю, что я должен сохранить, спасти. Режба, это в общем произошло. Едем. Кстати, максимально левее, чтобы он меня не сбил, потому что все-таки снегоход не особо безопасно. Как будто бы, да, на нем передвигаться. Ну, его, как говорится, нахрен. Блин, по-хорошему долутаться. У меня нет буста, у меня хп не пуловое. Это, на самом деле, проблема. С другой стороны, тут везде противники. Это, ну, тысяча процентов. Знаете, почему? Потому что в складах, например, при таком количестве живых, да? Ну, там, например, есть кемп какой-то. Там четыре человека, допустим, в этом кемпе. Там еще какой-то кемп четыре человека. Где-то там три человека, где-то два. Вот, в итоге из-за этого получается так, что заняты не все кемпы. Потому что в каждом кемпе помного людей. И какие-то кемпы свободны. Вот, в соло-режиме, к примеру, это кирдычело. Это реально кирдычело. То есть, если люди живут, если у них реально присутствует, как бы, цель выжить, выиграть, то это может вообще, то есть, может позиция никакой-никакой не быть нигде. Просто нигде. Вот просто реально нигде. То есть, надо он ли убить? Там и... Тоже, это же не всегда возможно, если там у человека зона, там у человека супер хорошая позиция, у тебя ее нет, ты к ней, к этой позиции едешь. То есть, очень много различных проблем в соло-режиме. Поэтому я считаю, что соло-режим — это самый сложный режим в игре. Если противники сильные, то соло-режим сложнее, чем сильные противники в сквадах, потому что в сквадах вы можете друг друга разменять, игра рандомная, то-се, поддержать как-то, да, как угодно. В соло-режиме же все зависит от... Просто от одной перестрелки всегда. Вау. Просто вау. Не-не-не, реально четко. Слушайте, а как так интересно даже вышло? Я хиляюсь. Блин, просто вау. Просто в ранкете. Против азиатов. Перевернулся на поле. Одно хп отхилялся. Никто меня не тронул. Очень легко. Не чувствую. Едем далее. Блин, вот почему снегоход вообще так хреново поворачивает и так хреново тормозит? Я не понимаю. Так, все, еду на дачу. Как будто бы на даче будет, но безопаснее, правда. Буду играть от края зоны. То есть надо... Блин, надо как-то грамотно сейчас придумать план моих действий. Вот есть ангары вот спереди, но они, я так понимаю, в какой-то не очень хорошей... ЛГшке, да? Ну, вот так вот. Слушайте, а давайте, может быть, попробуем его уничтожить? Хотя ангары на краю зоны... Я не знаю, правда, он продырявит сейчас машину, и я потом отсюда не уеду. Надо сразу бороться, наверное, не от края тогда, а куда-то внутрь. Да, я все проанализировал. Мне кажется, там будет безопаснее. Ну, вот и что ты по мне стреляешь? Что? Тут колеса пробиты. Там вызованный дроп, слева едет машина. Слушайте, движение серьезное. Движение серьезное. Но я к нему был готов. Поэтому анализирую. Вот эти кемпики. Блин, тут противник. Ну что, давайте убьем его. Этот кемп реально вполне себе хороший. Вау. Вы видели, как у меня залагало, в общем? Ну, по-любому видели, да? Офигеть. Нормально. Блин, я по итогу выбрал себе левый пик, кстати. Уничтожен ядрис колотить. Вот это я сейчас его просто задезморалил конкретно. Так, нужны бусты. Нужны хилы. Объективно переиграл. Я не знаю, почему он не суперсильно как-то агрессировал, когда я получил много урона. Возможно, он не понял, насколько много урона я получил. Я получил настолько много урона, что можно было меня спокойно пушить и убивать. Вот он решил сыграть как-то на верочку. Возможно, он подумал, что я буду понимать, что он будет меня пушить. Вот кто знает, да, как вот вообще его мысли были на этот счет. И он решил сыграть как бы уже прям на 100% каком-то плане. Вот, который в итоге не получился, не удался. Я его перемувил. Так, смотрим. Крыша. Так, ну на крыше я точно позироваться не буду. То есть это я так, посмотреть. Вот просто брать информацию. И, в общем, обратно свалить. Неплохой кемп. Но этот кемп, на самом деле, по итогу плохой. По итогу в этом кемпе нет зоны. То есть, ну не будет ее, точнее. Она, походу, ушла в город. Вот 22 на карте. Ну вот у меня машина прям под домом. Подождите, а это что за машина? А там никого вообще? Блин, Юмп. Вообще, ППшки под таким вопросом, мне кажется, нужно делать видео, в котором мы будем конкретно в этом разбираться. ППшки. Вот я не понимаю, их улучшили или ухудшили. Вот с выходом обновления, вот последнего. Вот кто-то мне в чате, в комментариях что-нибудь напишет. Блин, я идиот. Я мог убить спокойно. Но это я вот разговаривал с вами. Затупил из-за этого. Ну просто я не знаю, я играю с ПП, мне иногда кажется, что они стали хуже. А иногда кажется, что они стали лучше. И вот, и вот что думаете на этот счет? Вот вообще непонятно, честно говоря. Как вы думаете, вообще будет ли активность со стороны этого противника? Я думаю, что может быть она. Это же он получается в этом, да? Вот там только что был. Или это мне показалось, что там какая-то текстура... Что-то двигалась. Нет, он не реагирует. На самом деле, очень опасно с таким пингом перестреливаться на подобной... Вообще локации. Блин, и очень опасно. Тут моя машина припаркована, честно говоря. Блин, и вправду. Вау. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. А это еще кто-то, слушайте. А этот человек вообще не входил в мои планы. Ой, блин, я так парканул дачу, блюдски. Просто как... Так это же просто кирдычело. Как я эту дачу достану? Мне просто интересно. Так, по-тупому дачу. О! А ну давай, в натуре уезжай отсюда нахрен. Не, надо сваливать. Только вопрос, конечно, серьезный. Как это сделать сейчас? Так я не уеду на эту дачу без рофла. Это же еще один противник. У меня вот тут вот где-то, возможно, либо вот в этом ангаре. Ну или что это там, гараж. Блин, ну зона пошла. Надо действовать. Объективно надо действовать. Давайте, дорогие друзья, действуем. Разваливаю эту кабину. Вот это смог. Ну, кстати, все очень просто по итогу, да? Вот так вот опчик, все. Да я что, думал, как-то... Все будет гораздо сложнее для меня. Ну, норм. А надо, надо хреначить в город, по всей видимости. Вот, и куда-то вглубь вообще в идеале. Потому что краюши города, скорее всего, будет занят. Игроками. Ага, слева. Понятно. Да, едем, едем вглубь. Сейчас вот ни во что бы не врезаться, просто дебильное. Вот сюда, на риски, давайте. Не дай бог, прямо здесь кто-то. Да. Позиция у нас имеется. Залюру все бинты, что есть. Можно проверить помещение, но я вам скажу так. Я вам скажу так. Это крайне опасно. Зная азиатов. Зная их способности игровые. Вот меня в этом доме сейчас просто перерубят. Давайте я на уверенном... Попробую вот прям, ну, взять топ-1, да? То есть, сегодня у нас цель взять топ-1. Я делаю первую попытку и вправду, если получится сделать в первый раз, я буду очень рад. Очень рад. Как будто бы все к этому и вправду идет. Так, там у нас никого. Вот обязательно, да, я-то уже подмечал. Если вам нравится движуха рангов в соло, такого контента на канале никогда не было. Вот если вам будет прям супер по душе, то за это, может быть, мы будем почаще здесь играть. И мушки-то челленджи еще можно в ранговом, да, выполнять в соло-режиме. То есть, это уже реально, ну, потенциально много разных можно видосов записать. Вот ставьте лайк под видео, если вам это по душе. Пишите комментарии о том, что вот по душе такой контент. Или пишите комментарии, что вам больше нравится обычный соло, да? Не рангет соло. Пишите мнение, я все читаю, все фиксирую. Так, у меня шикарная точка на карте. На самом деле, в данный момент одна из самых безопасных, как мне кажется. Хотя, любой дом здесь, мне кажется, можно считать безопасным сейчас. Куда он едет, я не понимаю. Вот вообще, смотрите, тут забор спереди и дорога. И вот эта вот часть, которая спереди, которая за линией, да, ей нужно будет как ни крути. То есть, что бы ни произошло, им нужно будет... Ну, только там, если зона к ним идет, но это нереально. Там меньше 0,1%, мне кажется. Вот им придется перебегать. И я буду их фиксировать. Это будет абсолютно... Я думаю, в моих силах. Тут у меня неплохой такой вид. Вот я сразу туда сейчас прыгать не буду, потому что там не очень хорошая позиция. В плане того, что если туда кинут гранату, например, да, я там умираю. Вот в доме, например, скину гранату, я не умираю, спокойно отбегаю. О, СР-ки, СР-ки у людей. Ну, мне пофигу, у меня драгунов это, по сути, тоже СР-ка, только лучше. Ну, учитывая дистанцию, если дистанция средняя, как бы небольшая. Блин, смотрите, вот прям никого, да, нигде. Интересно, ну, хрен с ним. Вы, наверное, заметили, как вот в один момент было очень много людей на карте для какой-то определенной зоны. Я просто не помню, какая там именно зона была и сколько людей. Но я вот заметил, что как-то много людей, да, для такой фазы. А потом резко бам, и стало быть вот обычное количество людей на такую фазу. То есть ребята не справились с ротациями, ребята не справились с моральной частью. Я не знаю, с чем они там все, они не справились и вот ушли в лобби. И стало быть вот обычное количество в живых вот на такую зону. В паблике столько же в живых на такую зону. А без колес, походу, едет. Ну, потому что как-то очень будет странным. Ух ты, интересно. Дорогие друзья. Я тут еще в таком положении интересном зафиксировался. Что меня может быть видно вообще оттуда, спереди. Он лег и лежит. Он ползет по дому. Дорогие друзья, он ползет за этой стеной, он просто ползет. Как вы считаете, грамотно ли я провернул вообще вот эту вот ситуацию? Мне кажется, супер грамотно. Как же я продоминировал в этой ситуации? Боже мой, какой легкий килл. Он ползал, он ползал. И как бы за это я его закрисовал. Не, на самом деле ранговый режим нужно прежде, чем вбегать, хотя бы чекать. На самом деле полностью его ошибка. Вот все-таки, я же говорю, это не паблик, где можно там побегать, повеселиться. Тут нужно реально там потеть на очки. Забегаешь в комнату, там чекай ее хотя бы там предварительная хрена у вас, наверное, в натуре. Ну там хотя бы открыл бы дверь и сразу там в нее не лез. Вот открыл бы и так вот посмотрел, что бы там, ну, что там происходит. Но нет, он побежал. И был уничтожен Юмпом. Блин, я, прикиньте, играю без магазина на Юмп все это время. Увеличенного магазина. И вот, ну, просто нет у меня. Если я играю просто с Юмпом, с обычным каким-то магазином, я хрен его знает. Так, 9 живых. Дорогие друзья, топ-10 уже есть сюда. Ой, блин, только вот единственный момент, что меня сейчас могут закрыть и так же, как я вот закрытил челика, да? То есть может произойти момент кармы. Блин, никто не перебегает. Меня, наверное, зачекали и просто... Если я вот так сделаю, то это очень опасно. Мне просто как ни крути, нужно куда-то сюда. Какой бы думал, что от шаги это, блин, с глушителя стреляет. Тут противник? Нет, фу, боже, показалось, какой-то звук был же. Этот... О, панцерфауст. Кстати, это интересно. Блин, ну я могу себя зашибсти. Я очень много раз вообще убивал себя панцерфаустом, и у меня какое-то... Какое-то хреновое предчувствие. Думаю, если я возьму панцерфауст, хотя хрен его знает, честно говоря, может быть... Блин, может быть реально взять панцерфауст? Хотя зона, посмотрите, какая зона в поле. Не-не-не-не-не, для такой зоны... Разве что вместо Юмпа, я хрен его знает. Не, Юмпоставляем. Ну как же я на опыте это делаю, дорогие друзья? Семь человек на карте. Вот вообще, кстати, я... Вот соло, когда играю, я играю активно всегда. То есть если я не делаю какой-то там челлендж или что-то подобное. То есть именно постоянно катаюсь, бесконечно, что же даже перебор, что умираю постоянно из-за этого. Вот такой геймплей мне чуждо. По логике. Но... Я, смотрите, походу, у него быстро разобрался. Дожил до топ-7. Грамотно фиксирую, чекаю все. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Происходит разведочка. Так, 7 на карте, 7 на карте, 7 на карте. Блин, найти бы у Вилмак сейчас. Ну что ж такое? Вот игра реально... О, у Вилмак. Огромное спасибо. Такая вот пацана. Так, давайте я посмотрю вообще. Блин, где угодно могут крысить. То есть тут вообще просто вот наугад реально лезешь в какой-то дом, мне кажется. Вот иногда такое ощущение у меня. Вот это вот билиберда, это че она вообще? Угу. Это у нас билиберда, она в зоне. Она в зоне. Она в зоне, но потом с этой билиберды мне перебегать в другую билиберду. Бен, 30 секунд. Слушайте, так вот панцерпас манит, как он манит, как он манит, боже, как он манит. Нет, я не буду его брать, реально не буду, потому что он сейчас приведет не к добру. Не к добру, он приведет к сливу, но я вам реально говорю. Блин, если я через эту комнату пойду, через это помещение, что это за помещение? Да, ну да, очевидно, через это помещение, потому что сливы меня уже фиксируют. Блин. Так, тут ёкерный кирдык. Так, рубить, колотить, дорогие друзья, этот же дом, тут только что туда подъехал человечек. Тут надо подумать о жизни, прежде чем поступать, как-то сейчас решать. Проблема. Так, смотрите, какая идея, у меня есть коктейль Молотова нахрен три штуки. Вот я открываю эту дверь, потом как зона подойдет, да, в натуре я открываю эту дверь, как зона подойдет. И кидаю коктейль Молотова на выход, значит, туда, к той двери. Что у меня есть ощущение, что он там за дверью стоит, меня контролит, честно говоря. Вот он, если там он уходит оттуда, я занимаю позицию, закрываю дверь. И уже играем, исходя из реалий. Вот примерно такой план действий у меня. Такая задумка. Вот, вообще, нужно по-хорошему тогда взять еще гранату, она не вылазит нахрен. А зачем мне столько патронов уже к финалу? Непонятно. Так, дорогие друзья, ну что, давайте приступать к плану действий моему. Нет, здесь никого, закрываем гребаную дверь. Все, хорошо. Мы заняли позицию в next-зоне. 6 на карте. 6 на карте, 6 на карте, 6 на карте. 6 на карте, 6 на карте. Блин. блин блин сейчас раку до зона уйдет уже хреново ну зона 6 аптек на интересно интересно самом деле что будет такая откачка на самом деле напряженная вот есть какие-то эмоции по крайней мере у меня вот от игры то есть чувствую чувствую напряжение чувствую как бы какие-то переживания на счет результата в этой игре ну как сделать вообще думаете так два человека там один у нас прям до 2 даже у нас потом один же приехал до этого другой ядрить колотить колотить гудел потом в ангаре это чудо-юдо рубись колотить учу в натуре никого в чем закрываем дверь чё дверь не закрывается дверь расшибли походу сломали ракетница здесь блин опасно тут сэша мне в спину не убили но у меня сейчас по сути возможности себе человечка в ангаре возможно и через щелочек в ангаре уже перебежал куда блин до ангар зоны не выходит очень долго да наверное он уже выбежал как-то каким-то магическим чудом чудом юдом а и и и и и и и и и ни хрена работаем так мы сейчас хитрить а как мы будем выживать с какой план у меня не понимаю блин у меня в спине есть кто-то не возможно со спины как раз человечку бежал я его слышал отдыхай один противник блин он может вообще забить и где угодно быть очень опасным сосед начал сверлить еще в моменте болин все дорогие друзья что думаете ваши мысли на этот счет интересный счет ушел смог уже по ходу раски закончился либо нет легко как же легко можем из первого раза конец видео происходит топ-1 топ-1 7 киллов соло ранкет это мой первый топ-1 соло ранкете за всю историю я стримил где-то я не помню сколько просто либо пять либо шесть часов я стримил и ни разу не выиграл вырубил стрим там прошло какое-то количество времени думаю запишу видео по соло ранкету из первого раза выигрываю чё за чудо-юдо ядрен батон если видео вам понравилось обязательно ставьте лайк под это видео пишите об этом комментарий сюда серебро 4 но это это как бы не важно это я тут стримил и на стриме как-то по-другому все происходит вот 7 киллов 7 киллов топ-1 вполне себе дай покелом даже нормально живые какие ситуации были боже идеальное видео всем до следующего видео